Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале Хочу Торт, с вами Людмила. Сегодня готовим кондитерскую нейтральную глазурь. Она может использоваться как сама по себе для покрытия десертов, фруктов, ягод, а также может являться составной частью других глазурей и рецептов. Готовый декор гель можно легко купить в любом магазине для кондитеров, но я вам сегодня покажу, как просто он готовится в домашних условиях. Подготовим все необходимые ингредиенты для приготовления нейтральной глазури. Подробный список также будет в описании под этим видео. Для начала воду переливаем в кастрюлю. Добавляем сироп глюкозы. Для удобства я слегка подогрела сироп глюкозы в микроволновке. Когда он теплый, легче переливается. Глюкозный сироп можно заменить на инвертный сироп. На канале есть видео рецепт, как его приготовить. Добавляем сахарный песок, но не весь. Приблизительно одну пятую часть сахара нужно оставить для того, чтобы смешать с пектином NH. Для этого рецепта нужен именно термообратимый пектин NH. Обычный пектин типа яблочного или цитрусового сюда не подойдет, поскольку он не переносит перепада температур. Тщательно перемешиваем сахар с пектином. Воду с сахаром и сиропом глюкозы ставим на плиту на средний огонь и, помешивая, слегка прогреваем. Сильно нагревать сироп не нужно, иначе будет трудно ввести пектин приблизительно до температуры 40 градусов. Когда видите, что основная часть сахара растворилась и над сотейником пошел легкий пар, добавляем дождиком сахар, смешанный с пектином. Добавляем нагрев и при постоянном помешивании доводим сироп до кипения. Как только смесь начала закипать, убавляем огонь, чтобы избежать сильного увеличения объема кипящей жидкости. И дальше при периодическом помешивании кипятим глазурь приблизительно 3-5 минут. При этом нужно подобрать у себя подходящую температуру, чтобы обеспечить правильное кипение. Обычно это средне-низкая мощность. Затем снимаем глазурь с плиты, сразу же добавляем лимонную кислоту для активации пектина и очень хорошо перемешиваем. И когда основные пузыри сошли, переливаем нашу нейтральную глазурь через ситечко в стакан или другую емкость, в которой дальше будем хранить глазурь. Процесс приготовления нейтральной глазури практически завершен. Теперь ее нужно накрыть пленкой в контакт и отправить в холод для стабилизации. Когда глазурь постояла в холодильнике, охладилась, стабилизировалась, стала вот такая густая, плотная по консистенции. По мере необходимости нужное количество глазури разогреваем до жидкого состояния в микроволновке или на водяной бане. И используем для украшения своих десертов или в качестве ингредиентов другую глазурь или рецепт. Она очень хорошо хранится от 2 до 4 недель в холодильнике, накрытая пленкой в контакт. Ягоды, покрытые нейтральным гелем, не заветриваются на торте, долго сохраняют свой свежий внешний вид, не увядают, не окисляются и имеют аппетитный блеск. Делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте, обязательно подписывайтесь на мой канал. А на этом сегодня все, увидимся в следующих видео! Субтитры сделал DimaTorzok